В этом видео я научу вас фармить кейк на ферме Pancake Swap, а также покажу как за эти кейк добывать токены других проектов в пулах на Pancake Swap. Сначала я подготовлю вас, рассказав какой кошелек надо установить и какой сети монеты надо использовать, а также как их получить. А потом мы перейдем на сам Pancake Swap и я объясню всю механику фарминга токенов, плюс покажу на своем примере как это делать. Первым делом для фарминга на Pancake Swap вам надо. Установить на свой телефон крипто кошелек Trust Wallet. В описании я оставил ссылку на свой авторский гайд по установке и использованию кошелька. Если у вас айфон, то вам также надо перейти в мой гайд по Trust Wallet и пролистать в самый конец в голове браузер с Trust Wallet для iOS, чтобы установить кошелек Trust Wallet с браузером, который дает возможность авторизоваться на Pancake Swap. Далее, на Pancake Swap все обмены, а также фарминги происходят в сети BIP20, поэтому обменник будет видеть только токены сети BIP20, на вашем кошельке Trust Wallet. Чтобы проверить в какой сети ваш токен, нажмите на него и в углу будет написана сеть. Есть исключение, это BNB токен, BNB сети BIP2 с подписью BNB, а BNB сети BIP20 с подписью Smart Chain. Также, если в кошельке нет токена нужной вам сети, добавьте его нажав на данную кнопочку в правом верхнем углу. Если ваши токены находятся в сети BIP2, то вы можете перевести их в BIP20. Как это сделать, я рассказывал в недавнем видео под названием «Как перевести токен из BIP2 в BIP20». Помимо этого, я добавлю, что для фарминга и вообще для всех операций на Pancake Swap вам нужно будет немного BNB сети BIP20. На Trust Wallet он называется Smart Chain. BNB мы будем оплачивать все депозиты и сборы монет с фермы. Каждое такое действие будет стоить где-то 10 центов. Чтобы получить BNB сети BIP20 на свой кошелек Trust Wallet, вы можете купить его на бирже Binance и вывести в сеть BIP20. Пополнить баланс биржи можно как своей криптовалютой, так и купив ее со своей банковской картой или онлайн кошелька через раздел «Купить криптовалюту». Ссылочку на биржу Binance я оставлю в описании. Помимо этого, по ней вы будете всегда получать бонус 20% с комиссией при торговле. Отлично, фундамент мы заложили, теперь перейдем к практике. Сначала я расскажу вам, как устроим Pancake Swap. Pancake Swap – это в первую очередь обменник, где вы можете быстро и децентрализованно менять токены сети BIP20 друг на друга. В чем же заключается фарминг? На таких децентрализованных обменниках есть два типа людей. Первый – это те, кто ими пользуются и совершает обмены. Второй – это те, кто предоставляет ликвидность, чтобы эти люди могли нормально и стабильно обмениваться. За это они получают часть прибыли с комиссией биржи. Ликвидность добавляется только в определенную пару двумя монетами в равном количестве. Например, сейчас на скриншоте вы видите, что я добавляю ликвидность в пару BNB и BUSD в равном количестве в долларовом эквиваленте. 100 BNB – это 2937 BUSD. Нажав добавить ликвидность, с моего кошелька спишется 100 BNB и 2937 BUSD, а взамен на кошелек трасстволит мне придет N количество токенов пула BNB, BUSD, LP. Выглядит это так, только тут будет не 0. Данный токен является как бы распиской, что я отправил свои токены в ликвидность, и чтобы мне потом забрать свои 100 BNB и 3000 BUSD обратно, мне надо будет отдать эти токены BNB, BUSD, LP обратно. Все, теперь люди, которые на PancakeSwap будут совершать обмены в паре BNB и BUSD будут платить комиссию, и часть с нее будет уходить мне, так как я вложил свою долю в этот пул. Это уже считается как бы вид заработка, который может приносить 5-15 годовых относительно той суммы, что вы отправили в этот пул. Но когда мы занимаемся фармингом, эту копеечную прибыль никто не учитывает. Основной заработок идет с ферм. Вы закидываете эти токены ликвидности в нужную ферму, и за это вам капает много-много монет Cake. Такие обменники создают свои токены, которые по сути являются фантиками, и раздают их людям, которые добавили ликвидность для их обменника. Итак, чтобы заработать эти Cake, вам надо застейкать свои токены ликвидности в разделе Farm. Пул той пары, куда вы добавили ликвидность. Мы видим, что чем волатильнее монеты из пары, тем больше годовой процент, а чем стабильнее, тем он меньше. Именно поэтому в паре BNB-BUSD годовой доход монете Cake составляет всего 36%, а вот в паре BNB-TVT годовая ставка целых 115%. В паре BNB-BUSD мы рискуем только курсом BNB, а в паре TVT-BNB курсом обеих монет. Поэтому лично я советую убирать в разделе Farm те пары, где две монеты, за которые можно фармить Cake уже имеются у вас на кошельке как инвестиция, и тогда этот фарм будет просто как ваш дополнительный доход. Иначе, если вы будете покупать эти монеты только ради фарма, велик шанс, что по итогу вы все равно будете в минусе, так как курс этих монет может просесть. В разделе Farm есть не все пары, поэтому первым делом мы выбираем интересующую вас пару, потом добавляем ликвидность в эту пару и уже после эти токены LP заливаем в фарму. Все, за эти манипуляции вам будут начислять токены Cake. Ну а уже после, как бонус за эти Cake в разделе Pools, вы можете фармить токены разных проектов, которые туда постоянно добавляют. Средний годовой процент с них составляет где-то 300%. Ну а теперь давайте я покажу вам, как я отправляю свои токены TVT и BMB в ликвидность и зарабатываю Cake. Первым делом захожу в браузер и тут жму на PancakeSwap. Далее в разделе Pool нажимаю Add Liquidity. Выбираю BMB и TVT. Вписываю 0.5 BMB и сайт сам пишет, сколько надо TVT. Я ставлю чуть-чуть BMB для оплаты комиссий при сборах и обменах. Нажимаю Supply. Мне приходит предупреждение, что я получу 8.27 BMB-TVT Pool токенов. Подтверждаю. Уплачиваю комиссию в 15 центов. Приходит уведомление об успешном добавлении ликвидности. На мой трастволит кошелек, приходит 8.27 LP токенов. Теперь перехожу в раздел Farm, нажав на logo Pancake и в меню выборов ферма. И ищу ферму моего пула ликвидности. Это TVT BMB LP. Нажимаю Select. Обращаю внимание на то, что доходность в монетах кейк по этому пулу составляет 115% годовых. Это где-то плюс 10% в месяц. То есть залив туда 1000$ за месяц в монетах кейк накапает где-то 100$. У меня уже застейканы мои личные 1041 LP токены, но я закину еще эти 8 токенов в качестве примера. Нажимаю плюс, вводим максимум и подтверждаем. Видим, что прибавилось 8 токенов и монеты кейк начинают начисляться в прямом эфире. В любой момент вы можете собрать полученные кейки, но я советую это делать, когда будет минимум 10 монет, так как комиссия при сборе составляет 10 центов. Собранные кейки мы можем поменять на любой другой нужный для вас токен в разделе Swap, или можем отправить его на дальнейший фарм в пулы. Для этого заходим в меню в раздел пул. Нас встречают дополнительные пулы, о которых я уже говорил. Выбирайте монету, которую хотите добывать за свои кейки. Я обычно фармлю ту, где больше процентов. Сейчас это Y-Pool. Сейчас там прибыль 232% годовых. За месяц работы на панкейк я нафармил уже 1125 кейков, а это 500$. Из этих 500$ я получаю 232% годовых монеты Y, отправляя в этот пул свои кейки. Собранные Y я потом меняю в разделе Swap на нужные мне токены. На панкейке суть фарма в пулах такова, что чем дольше вы там сидите, тем больше будет прибыль. Поначалу в пулах мне капали копейки, так как у меня было не больше 100 кейков. Ну а если вы захотите выйти из фарминга, то можете нажать Unstake и вывести все свои кейки и токены LP пула. Чтобы забрать деньги, которые вы отправили в ликвидность, зайдите в раздел ликвидности и нажмите Bridge. Будут вопросы, задавайте их в комментариях. Лайк, если видео было полезным. Подписывайся на канал и наши соцсети. И не забывай смотреть другие обучающие ролики, чтобы развиваться в сфере криптовалют. Пока-пока.